Друг у меня купил травмат в сорок. Мы его спрашиваем, друг, зачем ты купил травмат? Он отвечает, на случай, если кто-то захочет дать мне пизды. Он купил травмат, и ему начали давать пизды. Раньше, когда мы заходили куда-то, и там начиналось что-то, мы такие, не-не-не, сейчас мы ищем. Мы ищем несправедливость. Тебе там, смотри, смотри, что происходит, смотри, очередь в пятерочке больше трех человек. Василий, спасай. Заодно смени директора по свежести. Вот, фотка не удалась. И теперь мы больше не помогаем ему в драках вообще, потому что его пиздят люди, которые не легли от травмата. Это огромные шкафы 2 на 2 метра. Единственный способ с ними что-то сделать, если они случайно уснут. И что я думаю, знаете, получить в табло в кабаке в 20. Это нормально, нормально. Ты лежишь, думаешь, хули я сюда пришел? Почему я это сказал? Почему именно этому человеку? Так, переворачиваешься, ползешь к выходу. Вот это вот все. Ты учишься, учишься, набираешь. Если тебе в 40 дают табло в кабаке, ты долбоеб. И вот эта волына, это диплом института долбоебов. Пять лет мы ему объясняли, как не быть долбоебом, но нет, блядь. Он прошел все испытания, возьми пистолет, застрелись там где-нибудь. Вот, примерно так. Ребят, я недоумеваю, зачем нужен травмат. Есть способ гораздо проще и опаснее выглядеть в любом месте. Не надо покупать травмат. Купите лук. Лук, лук. Обычный вот этот, бэм-бэм-бэм, с тетевой. Вот этот лук. Стрел нахер не надо, просто лук, просто лук, просто. Просто надеваете вот так тетевой вперед. Вот так вот. И заходите вот так. И все в кабаке такие. О-о-о-о. Он ебнутый. И бессмертный, да? Потому что эльф. О-о-о-о. О-о-о. О-о-о.